Приветствую всех сонных крошек на моем канале. Сегодня шьем маску для сна, и она реально суперполезна. Начинаю с того, чтобы, конечно, погладить ткань, из которой буду шить. Я решила выбрать такой прикольный зимний принт. Выкрику попыталась карандашом перенести на ткань, но что-то мой карандаш решил, что он не очень хочет там писать. Поэтому я просто приколола обычными английскими булавками ее и вырезала по контуру, обращая особенное внимание на все эти повороты, на все эти изгибы, чтобы везде аккуратненько пройтись и нигде ничего лишнего не отрезать. Ткань с принтом буду использовать только для внутренней части маски. Сама ткань довольно грубая, очень напоминает тот холст, который натягивают на подрамники и на котором потом рисуют. То есть она прям такая шершавая. Для внутренней части маски я решила выбрать более мягкий материал, который будет приятно ощущать на своем лице. У меня это искусственная замша в таком среднем коричневом цвете, в довольно теплом. Аккуратненько ее тоже проглаживаю и отмечаю на ней абсолютно тот же самый паттерн. На этой выкройке у меня уже заложен один сантиметр отступа, который будет нужен мне для того, чтобы сшить эту маску. Не обязательно внутри использовать искусственную замшу, можно использовать что угодно, что вам приятно будет лежать на лице. Люди предлагают шелк, это дорого-богато. Можно взять какой-нибудь сатин или атлас, они тоже довольно мягенькие. Такая вот деталька получается. В качестве подкладки буду использовать синтепон. Мне 200-граммовый, он довольно объемный, что добавит нашей маски такой миленькой мягкости. Обрезки синтепонно предлагаю вам не выкидывать, потому что потом эти кусочки можно использовать для набивки, например, игрушек. Видео про самодельные игрушки я планирую выпустить на следующей неделе, так что подписывайтесь, чтобы его не пропустить. Для ручки использую материал, название которого вспомнить, к сожалению, не могу. Шириной у меня получается прямоугольничек 5 сантиметров, а длиной примерно 45. Это должно быть длиннее, чем резинка, которую вы будете использовать, чтобы резинка, когда она растягивается, она помещалась в эту ручку. А когда она стягивается, получается такая симпатичная гармошечка. Получившийся прямоугольник пришиваю на машинке с отступом примерно в сантиметр, закрепляю со всех сторон и обрезаю лишнее. Получаем такую трубку, которую теперь нужно вывернуть наизнанку. Я буду это делать с помощью обычного крючка для вязания. Его я протягиваю через всю трубку и цепляюсь за последний стежок, который у меня есть в шве. Потом протягиваю осторожно через всю трубку в обратную сторону и вытаскиваю, выворачиваю. Для удобства последующего шитья очень рекомендую эту штучку прогладить, чтобы шов у вас никуда не убегал и можно было бы прямо пришить ее на маску. С помощью обычной булавки протягиваю резинку через всю эту трубочку и зацепляю концы, чтобы при шитье она у меня никуда не сбежала. Теперь остается только правильно сложить слои для того, чтобы шить их вместе. Неправильный порядок, когда вы кладете сначала подкладку, потом синтепон и потом верхнюю часть. Так, если вы ее вывернете наизнанку, то снаружи у вас останется синтепон. Довольно простая закономерность. Все, что должно оказаться снаружи, нужно сшивать внутри. То есть, ручку мы зашиваем между слоями, когда прошиваем бока. Так, при выворачивании она окажется снаружи. Проект маски сам по себе довольно простой, но я, честно говоря, несколько раз перешивала ее заново, потому что неправильно раскладывала эти слои. Я уже поделала все ошибки за вас, поэтому вам остается только идеальная готовая схема. На видео прописала правильный порядок, он значит такой. Сначала мы внешнюю кладем лицевой стороной вверх, потом резинку, потом изнаночной стороной кладем внутреннюю ткань и сверху кладем синтепон. Все это красивенько закалываем со всех сторон, чтобы у нас круглая эта форма никуда не поплыла и очень аккуратно прошиваем на машинке, чтобы не потерять все эти изгибы в конце. Когда все подколото, идем прошивать, оставляя сверху зазор непрошитым, для того, чтобы можно было потом маску вывернуть наружу. Весь этот бутерброд прошиваю на машинке двухмиллиметровым стежком. Нитки можно использовать любого цвета, в целом я использую черные, потом при выворачивании их будет не видно. То есть, если вы хотите, можно использовать, конечно, в цвет. Это на ваше усмотрение. Перед тем, как перейти к следующему шагу, очень рекомендую заглянуть вовнутрь маски и проверить, все ли слои на месте в том порядке, который вам нужен. Если все верно, дальше мы вырезаем маленькие треугольнички на всех изгибах, а у нас маска примерно вся изгибается, для того, чтобы при выворачивании не было вот этого лишнего объема. Самая интересная часть, само выворачивание, когда уже видно, что у вас получилось в итоге, протягиваем аккуратненько все швы, для того, чтобы полностью вытащить всю маску целиком. Выглядит уже как настоящее. Здесь самое время умиляться тому, насколько мы умнички. Не забывайте себя хвалить. Верхний разрез я вручную прошиваю потайным швом. Так у меня получается законченная маска. Проект закончен, теперь самое время идти спать, ведь в ней так удобно и так комфортно. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, я вас там очень жду, у меня есть классные новости для вас. Буду всех вас очень там ждать. Большое спасибо, что были со мной сегодня. Хорошего вам дня. Коротенькое включение с полей для всех, кто досмотрел до этой минуты. Большое вам спасибо. И у меня для вас классная новость. Я сейчас готовлюсь к тому, чтобы выходить со своими товарами на Озон. Я готовлю несколько боксов на продажу, и у вас будет классная возможность один из этих боксов получить в подарок от меня. Следите за новостями. Более конкретно про розыгрыш расскажу буквально в ближайших видео, наверное, уже на следующей неделе. Тем, кто смотрит это видео, очень повезло, потому что у меня совершенно небольшой канал, буквально 30 человек. 30 человек, представляете? Это уже целый класс. И среди 30 человек у вас есть большая возможность выиграть подарок от меня. Большое спасибо всем, кто посмотрел. Я жду вас в следующих своих видео. Пожалуйста, подписывайтесь, чтобы иметь возможность просто иметь какой-нибудь приятный ништячок, правильно. Хорошо вам дня, до свидания. Пока. 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 Пока.